ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня с детства привлекало все неизвестное. Хотелось прикоснуться к неизведанному. Приоткрыть таинственную завесу, заглянуть туда, куда не разрешали. Годы прошли, а ничего не изменилось. Хочется хоть одним глазком посмотреть, что там, за этой закрытой дверью. Здравствуйте, с вами программа «Вход запрещен». И у меня есть ровно час, чтобы рассказать о месте, в котором мы оказались сегодня. Таймер включен, время пошло. Карьер Восточный, Олимпиадинского месторождения, самый крупный в России и один из крупнейших в мире. Добычу осуществляет компания «Полюс», крупнейший производитель золота в нашей стране. Даже с высоты эта воронка кажется огромной. Когда же оказываешься на месте, то восхищению нет предела. Месторождение было открыто еще в 1975 году и названо так в честь Олимпийских игр, которые должны были пройти в Москве. А с 96-го года началась промышленная добыча. Только представьте, за 20 лет образовалось такое промышленное чудо. Карьер Восточный – одно из самых старых карьеров золоторудных Олимпиадинского месторождения. С 1985 года оно разрабатывается разными этапами, второй, третьей очереди. Сейчас мы уже начали расширяться, четвертой очереди. Карьерное поле здесь у нас в данный момент километр 800 на километр 700. Спуск в карьер, как и нахождение сверху, без определенных согласований невозможен. Потому как за безопасностью здесь следят строго. Поэтому для начала инструктаж. Каска, перчатки и очки при мне. Без них никуда. Теперь пора знакомиться с этим производственным гигантом. Спуск вниз бежит по извилистому серпантину. Навстречу ползут огромные самосвалы. Вид из окна потрясающий. Глубина этого карьера около 500 метров. Общий спуск составляет 8 километров. Чтобы вот такой машине подняться на самый верх, нужно порядка 40 минут. Кстати, пешком спускаться сюда нельзя. Строжайше запрещено. Только представьте, даже если сюда поставить пирамиду Хеопса, а на нее Эйфелеву башню, то вершина последней все равно не дотянется до края карьера. Процесс работы у нас заключается в следующем. Мы производим бурение горного массива, потом его взрываем и потом отгружаем его. Все, что у нас представлено рудой, мы отправляем на золотоизвлекательную фабрику для извлечения. Все, что у нас представлено породой, мы вывозим в отвалы. К сожалению, за представленный мне час увидеть взрыв не удалось, хотя очень хотелось. В каждую из скважин опускается заряд. В действие их приводят с разным временем задержки, в несколько миллисекунд. Замедление между зарядами устанавливается для управления процессом взрыва и также для снижения сейсмического воздействия на здания и сооружения. Неконтролируемый взрыв, большого количества взрывчатого вещества сравним с масштабным землетрясением. Уже после наступает время тяжеловесов. Полученная руда грузится экскаваторами вот на такие машины. В настоящее время на карьере в Восточном работают самосвалы грузоподъемностью 140 тонн, которые представлены сзади. У нас работают самосвалы импортного производства. Кстати, в тонне руды всего около 3 граммов благородного металла. Но мысли о том, что вокруг золото, вводят меня в состояние старателя времен золотой лихорадки. Здесь везде скрыто золото. Даже под ногами золото. Такое ощущение, что я иду по нему. Но подобный блеск в глазах здесь только у меня и моего оператора. Для местных работников это обыкновенная привычная работа. Поэтому своим поведением мы вызываем только улыбку. Когда устроился на работу, сюда первый раз перевелся горным мастером. Видел вот эти вот, ну, казалось, что может быть это оно. Но нет, такого здесь нет. При спуске в карьер мы отмечаем идеальное состояние дорог, несмотря на постоянный трафик тяжелой техники. Отработанную скальную породу везут на дробилке, а оттуда крупной фракцией отсыпают дороги, следят здесь и за грунтовыми водами. По всему карьеру оборудованы стоки. Ведь обилие воды может привести к осыпанию. Помогает радиосвязь, которая позволяет своевременно выявлять места, где происходит, допустим, осыпание горной массы, либо это, чтобы своевременно быстро это убрать, чтобы не останавливалось движение. Машины должны работать. Они должны работать постоянно, круглосуточно, без остановочных. Контроль над этой махиной осуществляется здесь. Это сердце карьера, диспетчерский пункт. Каждая единица техники на объекте находится во внимании. С любым из работников диспетчер может легко связаться. Сегодня карьер Восточный Олимпиадинского месторождения переходит на четвертую очередь разработки. То есть в будущем он станет еще шире и еще глубже. Многие видели, как огромные машины везут вот такую руду. Куда она идет и что с ней происходит, немногие, к сожалению, знают. Мы попробуем разобраться. Но для этого лучше надеть беруши. Там будет шумно. Советую. Кажется, что понять, как устроена золотоизвлекательная фабрика обыкновенному человеку нереально. Но на практике все оказывается просто. Процесс начинается с руды, которую сюда привозят с карьера. Она подается на дробильный комплекс, где в шаровых мельницах булыжники превращают в песчинки, а те, что не поддались истиранию, возвращают обратно. Измельченный продукт проходит стадию классификации классифицирующих аппаратов гидроциклонов. Слив гидроциклонов направляется на рутационное обогащение, а пески поступают на гравитационное обогащение. Если простым языком полученный песок смешивают с водой, и на выходе из мельниц получается золото, содержащее пульпа. Внешне она напоминает грязную жижу. Никогда не подумаешь, что в ней содержится благородный металл. И ее-то и отправляют на классификацию. Пески гидроциклонов подаются на участок грохочения, где подрешетный продукт подается на участок гравитации. Крупные частицы отправляют на доизмельчение, а менее трех миллиметров идут центробежные концентраторы на гравитационное извлечение так называемого свободного золота. К сожалению, на подобную добычу здесь приходится менее 10%. Основную часть желтого металла извлекают из флота концентрата. Слив гидроциклонов идет на флотационное обогащение, где процесс основан на смачиваемости материалов. То есть мы золотосодержащие сульфидные минералы делаем гидрофобными и при помощи воздуха и реагентов поднимаем на поверхность. Тем самым раздеряем пустую породу от золотосодержащей. Простым языком сульфиты прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются наверх. Вот эту пенку снимают и отправляют на сгущение. А далее полученный концентрат поступает на бактериальное окисление и последующее обезвоживание. Нужно сказать, что на фабрике очень шумно. Мы решили найти самое тихое место. Это, пожалуй, одно из самых важных мест золотодобывающего производства. Его сердце операторское. Здесь мы видим наглядно каждую камеру флотомашин. То есть каждая линия у нас здесь на мониторах, первая и вторая линия флотации. Здесь операторы отслеживают на экранах каждый технологический процесс. Но не будем здесь задерживаться. Отправляемся дальше. Всему процессу излечения золота на ГМО, да, это мешает сера. Бактерии переводят серу в элементарную. Это обычная конфетка, которую нужно просто вскрыть. И чем глубже мы ее вскроем, тем больше золота мы получим и меньше потеряем с хвостами. Сульфобацилус олимпиадикус. Бактерии были выведены специально для олимпиадинского ГОКа. Названы в честь этого месторождения. Именно они помогают извлечь ту самую золотую конфетку. Бактерия – живой организм. В природе процессы окисления происходят под воздействием окружающей среды и бактерий. Но этот процесс весьма продолжителен. Для промышленного применения этих природных особенностей необходимо сокращать требуемое время в разы. Учитывая требования бактерий к их содержанию, в процессе бактериального окисления поддерживается определенная температура и приток воздуха. В данный момент три существующих цеха БИО-1, 2, 3. В три цеха идет переработка 1350 тонн флотоконцентрата. И получаем золото порядка 75-78 килограммов в сутки. Но мощности существующих трех цехов недостаточно. Поэтому было принято решение построить и запустить в 2017 году дополнительный комплекс биоокисления, состоящий из 8 реакторов объемом 1000 кубов. Отведенный мне час близится к завершению. А к привычному нам золоту мы так и не приблизились. После биоокисления начинаются чудеса химии и физики. Полученный раствор подвергается выщелачиванию, дисорбации, электролизу и уже катодный осадок обжигается. Только тогда золото отправляется на плавку. А об этом мы расскажем в следующей программе «Вход запрещен». Мифы древних народов – это всегда тайны. Во многих из них встречалось упоминание о золоте. Мы решили отправиться туда, где зарождались такие легенды. Туда, где скрыт этот благородный металл. Туда, куда вход запрещен. Здравствуйте! Сегодня мы решили посмотреть, как, казалось бы, из обычного камешка получаются вот такие золотые слитки. И у меня есть ровно час, чтобы раскрыть некоторые секреты драгоценного металла. Наши с вами предки, древние славяне, верили в золотую бабу, богиню спокойствия и тишины. Говорят, она жила много-много-много лет назад, а затем превратилась в золото. Мне кажется, мы нашли то самое место. Олимпиадинское золоторудное месторождение расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Одно из крупнейших в мире. Вместе с соседними Китим Ухтинским и Благодатным совокупные запасы оцениваются в 1160 тонн золота. В настоящее время мы как раз стоим на руде. В общем, глубина сейчас, где мы находимся, 220 метров над уровнем моря. Золота здесь много. Но чтобы получить несколько граммов, приходится перерабатывать тонны этих камней. Поэтому гигантские самосвалы круглосуточно возят руду на горно-обогатительный комбинат. Несмотря на цифры, мы все равно внимательно смотрим под ноги в надежде заметить драгоценный блеск. Сегодня мой оператор Артем нашел, как он утверждает, золото. И неудивительно, здесь на карьере золота довольно-таки много. Но, Артем, не все золото, что блестит. Лови свой камень. На самом деле это перит. Самый распространенный сульфид в природе. Минерал по цвету схож с золотом, за что получил название «золото дураков». Испанские конкистадоры грабили индейцев. Забирали у них все изделия из перита, думая, что они золотые. Увозили в качестве добычи домой, в Европу. Разумеется, образованные люди поднимали насмех рыцарей, приплывших из дальнего странствия с целыми корабельными трюмами дешевого минерала. Если правильно классифицировать цвет перита, он называется соломенно-желтый. А золото имеет яркий желтый цвет. Можно назвать его даже лимонно-желтым. Золото практически больше, чем в три раза, то есть тяжелее, чем перит. То есть по весу можно их отличить. То есть если мы возьмем, например, молоток, ударим по периту, по минералу перит, то он рассыпется на какие-то кристаллы, на осколки. Если мы ударим по золоту, то на золоте останется вмятина от молотка. С карьера самосвалы везут тонны руды на горно-обогатительный комбинат. В прошлой программе я довольно подробно рассказал о работе золотоизвлекательной фабрики. Если в нескольких словах, то руду дробят до состояния мелкого песка, а далее, используя химические, физические и даже биологические методы, происходит извлечение драгоценного металла, который поступает в эту охраняемую комнату. Если вы думаете, что мы находимся в кузнице, а я сейчас буду учиться кузнечному делу, то вы крайне ошибаетесь. Мы находимся в Святая Святых, в плавильном отделении золотодобывающей компании. Попасть сюда практически нереально. Спрятанная за несколькими металлическими дверями. Круглосуточно охраняемая небольшая плавильная, где отливают золотые слитки. Только представьте, на таком большом производстве отливают металл в совсем маленькой комнате. Температура плавления золота 1200 градусов. Сейчас посмотрим, как происходит отливка металла непосредственно в изложницу. Вот он, продукт трудов всего перерабатывающего комплекса в целом. Начиная от горняков, заканчивая обогатителями и металлургами. Правда, слиток не весь золотой. Это лишь сплав даре. Доля золота в нем составляет не менее 92%, а остальное серебро и небольшой процент других побочных металлов. Когда мы с Артемом попали на золотодобывающую компанию, первое, что услышали, историю о том, что поднять вот такой слиток двумя пальцами невозможно. Мы решили провести эксперимент. Кроме того, нам сказали, если вам удастся, заберете с собой. Надеюсь, Тёма, станем с тобой богачами. Хочешь? Попробуем? Я первый. Нет, Тём, нереально, нереально. Пошли. Оставляем золото им. Уже после эти 10-килограммовые слитки поедут на афинажные заводы, где из них произведут привычное золото. Но это уже другая история. Олимпиадинское месторождение, одно из крупнейших золоторудных месторождений России, находится в северо-енесейском районе Красноярского края. Добычу золота осуществляет Пау-Полюс. Здесь прекрасно всё. Ползет маленькая божья коровка. Кажется, что она размерами, как те автомобили. Отсюда всё кажется маленьким. Но на самом деле, вблизи, эти машины просто гигантские. Какие божья коровка! Это место похоже на страну великанов из произведений Джонатана Свифта. Гигантские карьеры, гигантские механизмы, гигантские автомобили. На золотодобывающем предприятии Пау-Полюс специальной технике уделяется особое внимание. От её качества зависит уровень производительности. Это 90-тонный, 136-тонный. И сейчас то, что мы переходим уже на автосамосвалы грузоподъёмностью 220 тонн. К примеру, на карьере Восточной один 136-тонный самосвал делает около 10-12 спусков и подъёмов по извилистому серпантину. Во всей этой массе руды, загруженный в такой кузов, золото в среднем не более 400 граммов. Кстати, один такой ковш вмещает 10 кубов породы. Из погрузочной техники мы работаем на наших отечественных экскаваторов. Самые надёжные, самые проверенные экскаваторы. Это экскаваторы ЭКГ-10, которые тоже представлены сзади. По моим подсчётам, в этот ковшик могли бы поместиться не меньше 40 человек. На практике проверить теорию мне не дали. К работающей технике приближаться запрещено. К экскаватору близко подойти не удалось. Зато в самосвале я занял водительское кресло. Впервые за рулём такой гигантской машины. На самом деле, чувство довольно-таки привычное. Такое ощущение, что обыкновенная легковушка. Всё так же удобно. Три педали гидравлика. Сидение регулируется. Комфорт полный. Кроме того, мне кажется, что с этой машиной справится даже девочка. Единственное, нужно привыкнуть к габаритам. Никого не задавить. Отходите! Автосамосвал 90-тонный, 136-тонный, оборудованный активной безопасностью, которая прошла успешные испытания на разной технике, на автосамосвалах, вспомогательной технике. И сейчас уже проведён закуп оборудования. В дальнейшем 100% горной техники будет оборудована данной системой. На всём оборудовании этой махины расположены сенсоры и камеры. Если оператор или машинист не замечает, что приближается к опасности, срабатывает датчик. Вплоть до того, что отключается движение горной техники. Это и называется активной безопасностью. Поэтому управлять такой техникой – мечта. Сложности никакой. Управляя этой машиной, оператор управляет миломаркой. Сложности только в габаритах. Человек привыкает к габаритам. Сейчас я нахожусь приблизительно на уровне второго этажа. Эта машина – как будто гигантский корабль. Рядом с ней чувствуешь себя малюсенькой песчинкой. Сегодня парк самосвалов Олимпиадинского горнообогатительного комбината насчитывает 140 единиц. Все машины на боевом посту. Постоянно в работе. За их состоянием здесь и условиями, в которых они эксплуатируются, следят тщательно. Ну, вы сейчас проехали по дорогам. То есть вы видели, в каком состоянии. Для вообще карьерного самосвала – это достаточно хорошие дороги. Даже компании-представители, которые у нас приезжают по осмотру шин, на которых мы работаем, шины на самосвалах, они очень хорошо отзываются о качестве дорог наших. Только представьте, одно такое колесо вешает около трех тонн. Если что-то случается с колесом, то самосвал транспортируется в ремонтный бокс, где с помощью спецтехники его переобувают. Но это уже другая история. Карьер благодатный – второе по объему добычи предприятие компании «Полюс». Месторождение было открыто в 1968 году. Промышленная добыча началась в 2010-м. Запасы золота составляют более 220 тонн. Местные работники признаются, что приезд журналистов – это для них всегда стресс, потому что нам охота подняться повыше, чтобы сделать самый вкусный, самый интересный кадр. А это здесь очень опасно. Например, ходить по бровке строжайше запрещено. Одно неверное движение и свободный полет. Вот так. А посмотреть здесь есть что. Конечно, сравнивать этот промышленный объект с соседним карьером Восточной просто бессмысленно. И в глубину он гораздо меньше, всего 160 метров, да и содержание золота в руде ниже – 1,4 грамма на тонну. Но у этого места есть свои особенности. Для начала нам предстоит спуск вниз. Ширина дороги вообще проектная около 30 метров. Для того, чтобы свободно разъезжали самославы два. Нужно сказать, что в отличие от Восточного, на Благодатном наряду с 90 и 136 тонниками трудятся машинки побольше. Вот такие 220-тонные исполины автопрома. Они шире почти 7,5 метров и длиннее 14,5 метров. Но как бы это ни было удивительно, они гораздо выгоднее своих маленьких собратьев. И не только благодаря грузоподъемности. 220-тонные, которые HD, у него удельный расход ниже, чем 136-тонного. Карьера работа в полном разгаре. Благодаря внедренной на производстве системе двухсторонней загрузки, производительность предприятия выросла. Смысл ее прост. Самосвалы подъезжают к экскаватору с разных сторон. Так что загрузка идет не прерываясь. Почему золото такое дорогое? Сколько золота в мире? Что будет с мировой экономикой, когда извлекут все золото? На самом деле в мире золото ни много и ни мало. Его как раз достаточно. Другое дело, что процесс добычи довольно-таки сложный. Чтобы получить вот такой 8-килограммовый слиток, нужно переработать 20 машин пруды. В одной такой машине может перевозиться порядка 200 тонн. А прежде чем переработать руду, ее нужно добыть. Эта задача тоже непростая. Процесс работы у нас заключается в следующем. То есть мы производим бурение горного массива, потом его взрываем и потом отгружаем его. Все, что у нас представлено рудой, мы отправляем на золотоизвлекательную фабрику для извлечения. Все, что у нас представлено породой, мы вывозим в отвалы. Руду с карьера «Благодатный» привозят на золотоизвлекательную фабрику номер 4. Только за прошлый год на фабрике извлекли около 13 тонн благородного металла. Фабрика была запущена в 2010 году. С проектными показателями это переработка 6 миллионов руды тонн в год и с извлечением 86%. На сегодняшний день в ряде разных реконструкций фабрика достигла 8 миллионов производительности и извлечения 88-89%. С такими производственными показателями ЗИВ-4 можно считать одной из крупнейших фабрик в России. Здесь технология похожа на производство Олимпиадинского комбината, но из-за более упорного состава руды с карьера «Восточной» процесс извлечения золота там сложнее. Чтобы извлечь из этой руды золото, нам нужно окислить серу, потому что сера, она по природе является поглотителем цианида, да. То есть если придет неокисленный фотоконцентрат на ГМО там на Олимпиаде, то мы получаем, будет расходоваться цианид непосредственно на серу, а все золото будет теряться с хвостами. Проще говоря, чтобы извлечь золото на Олимпиаде из сульфидной оболочки, приходится использовать бактерии. Здесь же этот процесс исключен. На сегодняшний день в компании «Полюс» это самое низкозатратное производство золота. Поселок Еруда расположен в северо-енесейском районе Красноярского края. Вблизи находится крупнейшее в России действующее Олимпиадинское золоторудное месторождение, принадлежащее золотодобывающей компании «Полюс». Когда мы ехали с моим оператором Артемом в поселок Еруду, поселок золотодобытчиков, то представляли это место совершенно иначе. Где-то в таежной глуши, где живут и работают серьезные, обветренные, бородатые мужики. Но когда приехали сюда, удивились, ведь здесь все иначе, все по-другому. Несмотря на свою удаленность от краевой столицы, на закрытость, как-никак объект режимный, на сложные климатические условия, на предприятии компании «Полюс» для работников созданы все условия для комфортного проживания. Это полноценный городок с развитой инфраструктурой, магазинами, медицинскими учреждениями и современным жильем со всеми удобствами. Не забывают здесь и о досуге. Это является центром спортивной жизни, досуга и просто активного отдыха наших сотрудников. Если вы вечером придете сюда, в этом сами убедитесь. Эта современная спортивная площадка была построена в 2016 году и сразу стала любимым местом времяпрепровождения. После рабочей смены здесь всегда много народу. Несмотря на тяжелый труд, золото добытчика, про занятия спортом никто не забывает. Да и многообразие спортивных направлений только усиливает сюда приток людей. Здесь же можем видеть дальше волейбольную площадку, баскетбольные стандартные площадки и воркаут. Городочек небольшой, где можно заниматься общей физическими упражнениями. Зона отдыха присутствует. Беговая дорожка, которая идет вокруг стадиона, тоже стандартная, 400 метров. Мы тоже не остались в стороне. Сразились с местной командой волейбол. Но, к сожалению, проиграли. И неудивительно. Командному спорту здесь уделяется особое внимание. Постоянные тренировки дают положительные результаты. Так, молодая хоккейная команда заняла в этом году второе место в Северо-Инисейском районе. Теплых дней здесь гораздо меньше. Поэтому и к зимним видам спорта интерес большой. Здесь проводился хоккей. Технологии новые, которые были использованы, они позволяют нам заливать здесь лед. Два раза в неделю мы катаемся массово. То есть любая девушка, мужчина, могут прийти, взять коньки, прокатиться, получить удовольствие, послушать приятную музыку. Утеться это здоровыми и румяными. В зимний период времени особенно популярны закрытые спортивные залы. Их 16. Здесь можно побегать на беговой дорожке, позаниматься на силовых тренажерах, побить грушу и даже сыграть на бильярде. Спорт – это прекрасно. Но путь к любому начинанию лежит через желудок. Следить за рационом питания на золотодобывающем комбинате – дело важное. Ведь от этого зависит здоровье сотрудников. Поэтому меню в столовых предприятиях всегда радует большим ассортиментом блюд. Работа на золотодобывающей компании серьезная и довольно-таки тяжелая. Поэтому после рабочего дня нужно обязательно восстанавливать силы. А для этого нужно вкусно, а главное – правильно питаться. На предприятии свое хлебобулочное производство. Здесь выпекают 4 вида хлеба. А также батоны, багеты, кексы и сдобу. Все очень вкусно. От одного только запаха здесь сразу просыпается аппетит. Кроме этого, функционирует цех по изготовлению кисломолочной продукции. Данная линия полностью является автоматизированной. Здесь производится процесс постановления молока и кисломолочной продукции. Данная линия нацелена на 5 основных видов продукции. Это молоко, сметана, кефир, йогурт, снежок. Продукция реализуется на столовых уголках, что включено в рацион питания работников комбината. Линия была модернизирована в 2006 году. Молоко сюда, естественно, привозят сухое. А вот процесс восстановления производится без применения каких-либо химаппаратов. Поэтому все полезные свойства продукта сохранены. Пока мы дегустировали все эти угощения, не заметили, как отведенный час подошел к концу. А это значит, что нас уже ждут другие места, куда вход запрещен. Продолжение следует... Продолжение следует...